По поводу экспериментов с людьми. Я сейчас приведу несколько доказательств этого. Чем принципиально человеческий мозг отличается от мозга животных? Встретили девушку на улице, которую, ах, она прошла, но образ ее у вас остался. Нейрон Дженнифер Энистон. Я думаю над этим. В чем проблема, собственно? Как можно исследовать субъективный опыт? Так называемый 25-й кадр работает. Его не существует. Есть вот эта знаменитая маркетинговая стратегия про шесть или семь контактов. Откуда это появилось в вашей голове? Как это происходит? Нейрон Дженнифер Энистон. Можете рассказать про вашу теорию? Развитие разума и сознания, появление его у инопланетян должно происходить по этим же фундаментальным законам. Привет, это проект «Основа». Меня зовут Борис Веденский. Сегодня у нас очень интересный гость. Можно так говорить про человека, интересный гость. Наверное, может. Константин Анохин. Нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор. Остальное напишем снизу. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Давайте начнем сначала, раз уж я так афористично выражаюсь. А что начало? Когда люди интересуются нейронауками, одна из частых вещей, которая называется, это проблема сознания. Что такое проблема сознания? В чем проблема, собственно? Вы не до конца назвали проблему. Когда люди интересуются нейронаукой, их интересует связь мозга с сознанием. Вообще-то говоря, о сознании люди говорили еще до того, как возникли представления, что надо интересоваться мозгом. Можно разделить это. Но начиная, трудно установить точку отсчета, скажем, 4-5 веков назад, людям стало достаточно ясно, что мозг каким-то образом связан с сознанием. Но как это делается, остается загадкой на протяжении этих последних четырех веков. Это и есть проблема. Как, каким образом сознание, то, что мы лучше всего знаем о себе, и то, что составляет наше «я», наше существование по знаменитому афоризму Декарта, как оно помещается во весь остальной окружающий мир, материальный мир. Наш мозг. Можем ли мы сказать, что у сознания была какая-то эволюционная функция? Оно зачем-то появилось? Есть разные точки зрения, безусловно, я считаю. Вы здесь можете спрашивать разных людей, они ответят вам по-разному. Для меня это очевидно. В чем же этот смысл? Мы должны, во-первых, тогда понять, о чем мы говорим, когда мы говорим о сознании. Давайте. И я скажу, что, вернусь потом к этому, что по нарастающему мнению и философов, и ученых, сознание сегодня рассматривается в гораздо более базовом, фундаментальном смысле, чем это было, например, 50, 70, 80 лет назад. Не как свойство исключительно человека и наделенного языком, культурой в социуме, а как фундаментальное свойство ощущения собственных состояний, чувств, переживаний. Кстати, если обратиться к Декарту, с которого начинается вся современная европейская философия этой проблемы, то когда он говорил «когета эрго сумм», то он дальше в разных местах расшифровывал, что под «когета» я понимаю всю сумму состояний, которые включают в себя не только мышление рациональное, к чему было редуцировано дальше это высказывание в следующих веках, но и намерение, желание, чувство, переживание. И важно напомнить, что вы можете поддержать выпуск лайком, подпиской, колокольчиком, YouTube будет большим людям показывать его, а нашу работу вы можете поддержать на Бусти и на Патреоне, и в том числе сможете задать свой вопрос нашим гостям и получить доступ к чатику. Важное отличие человека от других животных — не только наличие разума, но и способность этот разум обучать. Более того, наш прирожденный дар к обучению плюс качественная образовательная платформа дают сногсшибательный результат. Я говорю про образовательную платформу Skillbox, которая сможет сделать из вас востребованного специалиста в области управления проектами. Курс менеджер проектов от Skillbox подойдет начинающим управленцам разных направлений, менеджерам самых разных уровней, индивидуальным предпринимателям, а также фрилансерам. В ходе этого курса вы научитесь управлять проектами, поймете, как планировать их экономику и рассчитывать операционные затраты. Научитесь работать с заказчиками и создавать рабочие группы, а также мотивировать сотрудников. Вашими преподавателями будут специалисты из Яндекс.Лавки, Озон Инвест и Руа Мерлен. А практика, которая занимает больше половины обучения, основана на реальных кейсах и собственной работы преподавателей. В легком старте вам поможет то, что первый платеж необходим будет совершить только через 6 месяцев после начала подхождения курса. А после завершения у вас уже будет реальный итоговый проект в собственном портфолио. Он поможет вам в трудоустройстве, которое платформа Skillbox гарантирует и уже около 1300 пользователей Skillbox трудоустроились в этом году. Согласно данным поиска работы HeadHunter, начинающий менеджер проектов зарабатывает в среднем около 60 тысяч рублей, а всего вакансии на данной специальности открыты более 10 тысяч. Это значит, что вы точно найдете себе работу в интересующей вас компании и области. Если у вас все еще остались сомнения, посмотрите отзывы на данный курс. Средняя оценка составляет 4,5 из 5 на основе 8 тысяч голосований. А чтобы сделать ваше обучение еще более полезным, помимо основного курса, вы также получите доступ к курсам по тайм-менеджменту, веб-берстке, аналитике, а также разработке на языках C-Sharp и Java, что позволит вам уверенно начать свой путь в сфере IT. Потому что IT это не только про программирование, но и про умный менеджмент и аналитику. Кто знает, может быть именно вы, новый Стив Джобс или Илон Маск, начинайте свое обучение на образовательной платформе Skillbox и достигайте новых высот. А скидка 60% по промокоду Основа60 поможет сэкономить. Все подробности по ссылке в описании, а мы продолжаем. В этом смысле для сознания не обязательно наличие языка, да? В этом смысле для сознания не обязательно наличие языка, и сознанием не обязательно обладают только люди. фундаментальные вопросы сознания, которые вытекают из этого. Если сознание — это, например, страдание тоже, то способны ли другие животные страдать? И если да, то какие и в какой степени? Страдает ли рыба, попадающаяся на крючок? Или осьминог, который разрубают свежим? Или омар, которого подают сырым, разрубив его на части на стол? Очень многие сложные этические вопросы. И если теперь мы посмотрим на сознание с этой точки зрения, то эволюционно сознание пронизывало, видимо, большое количество видов нервных систем и видов животных. В чем была его эволюционная функция, полезность? Ну, первое, что оно позволяло целому организму испытывать какие-то отношения к окружающему миру и воспринимать его как целое. Философски одно из ключевых свойств сознания, специфических в определении, — это его целостность. Вы не можете разделить цвет чашки от формы чашки, вид чашки от поверхности стола, на которой она находится. Воспринимаете это все как целое, как некую сцену. Эта сцена обладает свойственной ей как целому, а не отдельным частям информации, которая для организма может иметь огромное значение. Шорох, камыша, тяжелое дыхание, сотрясение почвы. Может быть, не говорят ничего по отдельности, но для антилопы могут означать признаки приближающегося льва. Кроме того, мой дед Петр Кузьмич Анохин, нейрофизиолог, поставил вопрос об эволюционном происхождении сознания в одной из своих самых ранних работ в 1926 году, когда мало кто этим занимался. И пытался на протяжении всей жизни ответить на вопрос, каким образом возникало субъективное чувство, как возникало сознание. И его ответ в 1949 году перед Павловской сессией, который был только частично опубликован, то, что его ученики вовремя изъяли часть книги с этой главой, иначе бы на Павловской сессии было бы гораздо все хуже, заключался в том, что первичными проявлениями сознания были именно как раз чувства, которые позволяют интегрально организму оценить очень важные параметры – хорошо или плохо. Он приводил такой пример, что если воткнуть иголку в кожу, то вам трудно оценить все точные параметры глубины проникновения, раздвижения тканей, того, что она задевает. Но чувство боли дает вам интегральную оценку повреждающего воздействия. Так же, как и чувство удовольствия от достижения каких-то результатов или рассогласования неудовольствия, страдания в каких-то случаях. И его гипотезой было то, что первые проявления сознания были как раз эмоции, такого рода интегральные чувства. Если бы их не было, то организм не смог бы адаптироваться к очень многим воздействиям и событиям в окружающем мире. То есть функция от нескольких импульсов, да? Когда одновременно нескольких импульсов приходит, и мы их объединяем... От интеграции многих каналов... Вот я вам говорил про продвижение прокрадывающегося льва в джунглях. Это и аудиторный слух, и вибрационный, и зрительный, и так далее. Запах. И все собирается в одно целое. Эволюция часто стремится к расширению и экспансии. Но природе на этом нужны десятки тысяч лет. А человек может справиться и побыстрее. Чтобы расширить свои возможности, человеку бывает достаточно увеличить свой доход. Например, сделать это с помощью инвестиций поможет онлайн-брокер А.Маркетс. Он работает уже 15 лет на финансовом рынке. Брокер находится вне юрисдикции РФ, поэтому не попадает под санкции. О безопасности и надежности А.Маркетс подтверждается множеством отраслевых наград и рейтингом 4.7 на сайте Trustpilot. Это один из известных сайтов по отслеживанию репутации компании. На нем зарегистрированы тысячи фирм по всему миру. Помимо этого, брокер является членом организации The Financial Commission, которая занимается урегулированием споров между участниками финансового рынка. А.Маркетс, с одной стороны, позволяет своим клиентам зарабатывать в валюте и выводить прибыль по рыночному курсу на рублевый счет. С другой стороны, счета в А.Маркетс при этом легко пополнить с российских карт. Но самое интересное вот что. Тем, кому не хватает времени и уверенности в собственное инвестирование, поможет копитрейдинг. Это сервис от А.Маркетс, который позволяет получить доход на финансовых рынках, следуя стратегиям опытных трейдеров. Сейчас в сервисе более 500 стратегий. Режитативность лучших из них превышает 100%. Инвесторы зарабатывают на чужих знаниях и профессионализме, при этом продолжают контролировать собственные деньги, так как они остаются на личном счете. То есть, вы берете стратегию из общего рейтинга, устанавливаете цель по доходности и присоединяетесь, после чего сделки начинают копироваться в автоматическом режиме, а вы зарабатываете вместе с успешными трейдерами. Ну, если стратегия оказалась верной, риск все равно всегда остается. В А.Маркетс более 400 торговых инструментов, в том числе топовые криптовалюты, торговля долларами и евро без комиссии, инвестирование в акции без ограничений, торговое плечо до 1 к 3 тысячам, возможность торговать в мобильном приложении и отсутствие скрытой комиссии. Для всех новых клиентов А.Маркетс действует акция по удвоению стартового капитала и переводы денег с демо-счета на реальный счет, если в течение 5 дней ваш демо-счет выйдет в прибыль. А прямо сейчас идет новогодний розыгрыш. iPad Pro, iPhone 14 Pro Max и MacBook Air на чипе M1. Условия розыгрыша, а также все остальные подробности о брокере и регулировании его деятельности вы можете узнать по ссылке в описании. Нажимайте, а мы продолжаем. Хорошо, а если мы говорим про эволюционность, то, грубо говоря, получается, что в какой-то момент в результате мутации возникла особь, у которой появилось сознание, и были особи, у которых не было сознания, и те особи, у которых было сознание в какой-то форме, они стали более адаптивными. Так выходит? Нет. Дарвиновская теория построена другим образом. Она строится на градуальной эволюции. То, что вы сейчас сказали, это сальтационная гипотеза, что раз и у человека, то есть у животного появилась сразу же центральная нервная система. Раз и в центральной нервной системе путем мутации возникло сознание. Нет, это, конечно, миллионы лет эволюции. Миллионы лет эволюции. Многие тысячи поколений. И огромное количество мутаций, каждая из которых давала организму некоторое небольшое преимущество в оценке интегральных сцен, способности собрать воедино разные сенсорные каналы, связать их с физиологическими состояниями. Это очень большой труд. Много мутаций. Хорошо. Если уж мы про животных, то с точки зрения нейронаук мы понимаем, чем принципиально человеческий мозг отличается от мозга животных? Человек это животное? Это раз. Назовем правильно вещи своими. Нет, это я утверждаю. А, вы утверждаете. В интонации у вас была вопросительная. Просто в языке, в нашем русском языке, но и вообще долгое время существовало это разделение человека и животное. Привычно же говорить человека и животное. Но начиная с как минимум 1859 года, мы должны понимать, что человек это одна из ветвей, он относится к животным. Поэтому в научной литературе современной существует другой термин. Нечеловеческие животные. Non-human animals. Имею в виду, что человек, human, это тоже animal. Насколько мы знаем, чем принципиально отличается мозг человека от мозга других животных? У нас есть некоторая коллекция сведений. С одной стороны, достоверных. Какие структуры мозга человека более развиты, чем в мозге других приматов? Исследования последних 15 лет опустились глубже и показывают, что в мозге человека не только какие-то структуры есть, которые сильнее развиты, но есть некоторые качественные различия в типах клеток, например, в коре головного мозга. Были найдены клетки, которые есть у человека в коре головного мозга и практически нет по сегодняшним данным. у других животных, кажется, только у китов находили. Дальше, кроме этих фактов, которые делятся на макро, мидии и совсем микро, генетические, есть разные точки зрения, чем мозг отличается принципиально. Есть гипотезы о том, почему и как случилось так, что у человека сильно развита кора головного мозга, особенно передние отделы коры головного мозга. Например, одна из гипотез выдающегося американского нейроанатома Пашка Ракича заключалась в том, что, может быть, это был простой скачок. Когда вы сказали про одну мутацию, то такого рода версии есть, что, может быть, было достаточно одной мутации в генах, которые контролируют цикл деления, клеток в развивающейся коре, в эмбриональной коре, как эта мутация привела к тому, что деление прошло больше циклов и родилось больше клеток. А раз они заполнили уже кору у такого развитийного мутанта, то эта более богатая клетками область мозга смогла принять на себя, когда организм родился во взрослом мозге, гораздо более интересные, плотные и сильные функции обработки, планирования поведения. Разные кипотезы есть. короткий ответ, на мой взгляд, у нас пока нет окончательного решения, что было самым главным нейробиологически отличающим появление человеческого мозга от мозга его родственников. Сколько шагов было? Один ли шаг? миллиона шагов, десяток шагов. Но структурно важное отличие то, что очень сильно развита передняя кора, если я правильно слышал, и есть какие-то особенные клетки, которых больше никого нет почти. А эти клетки, они с функциональной точки зрения какие-то уникальные, или они, не знаю, просто другие? Они что-то умеют, что-то не имеют? С их работой связывают функции интегрирования сигналов кори головного мозга. Они обладают такой структурой, что собирают много входов от разных участков. Клей такой. Я буду предлагать аналогии, а вы их разрушаете. Ну, я просто не спешил с надеждой, что мы сегодня понимаем главное различие. Хорошо. Такой вопрос меня очень беспокоит. Ну, ладно, не беспокоит, но мне непонятно. Если сознание это субъективный опыт, как можно заниматься его исследованиями? Как это происходит? Как можно исследовать субъективный опыт? Смотрите, вот чашка. Вот видите, на ней изображение Эйнштейна, играющего на гитаре. А здесь еще написано Миссис. Вам что-то это говорит? Ну, Эйнштейн, надпись. Кто-то нанес надпись. Кто-то придумал дизайн. А Миссис что-нибудь говорит? Говорит. Университет. Это ваш субъективный опыт. его не существует в физическом пространстве до того, как появился Миссис, до того, как вы узнали о его существовании, до того, как вы узнали английские буквы. Он находится в вас. С точки зрения физической Вселенной эти черточки на чашке ничего не означают, а если бы они были Миссис на китайском языке, то вряд ли бы вы расшифровали это как Миссис и соотнесли бы со своим субъективным опытом. Так. Это раз. Значит, мы полны элементами субъективного опыта, которые составляют то, что мы есть. В какие-то моменты эти элементы активируются, когда я вам показал чашку с Эйнштейном или вы прочитали Миссис. Мы можем заглянуть в мозг и задаться вопросом, что лежит в основе этого. Фундаментальный вопрос будет такой, откуда это берется впервые? Это уже не было, вы были ребенком и не знали ни о Миссис, ни об Эйнштейне. Откуда это появилось у вас в голове? И второе, как вы испытываете эти ощущения? Исследователи мозга занимаются обоими вопросами, соотнося такие события субъективного опыта, намеренно вызываемые в исследовании, в эксперименте, когда, например, испытуемому предъявляют какие-то из изображений, слов, образов, видеофрагментов, которые он воспринимает через свой субъективный опыт. И пытаясь понять, что происходит в мозге. Самый простой и первый шаг получил название нервных коррелятов сознания. Этот термин существует давно у нас в советской литературе по нейропсихологии он существовал активно в 60-е годы, но на Западе его популяризовали нобелевский лауреат Фрэнсис Крик, который занялся после переезда из Англии в Америку в конце 70-х годов проблемы сознания, попыткой разгадать, что такое сознание. и его коллега и ученик Криштов Кох в 90-м году написали статью программную, которая призывала к тому, что надо оставить в стороне философские разговоры о том, что такое сознание и начать его практически исследовать нейроссидологическими терминами. И задача была такая. Давайте мы попробуем узнать, что происходит в мозге, когда возникают субъективные ощущения. Эксперименты на этот счет бывают очень разные. Например, можно предъявлять испытуемого какие-то стимулы, например, изображения на экране. Вот нейрон Дженнифер Энистон, вот это про это? Про это я сейчас до него доберусь, но пока немножко про другое. можно предъявлять изображение очень короткое время. Таким образом, что оно поступает на сетчатку, доходит до зрительной коры, но не осознается испытуемым субъектом. Ну и разные истории про 26-й кадр, рекламу, которая делается, они приблизительно про это. в нейронаучных экспериментах это делается разными способами, иногда более рафинированными. Один из способов это увеличивать и увеличивать время показа до тех пор, пока на экране человек не станет видеть что-то. Извините, уточняющий прикладной вопрос, а в миллисекундах это сколько? Я как видеомейкер должен знать, чтобы человек не осознал, но оно появилось. Это граница плавающая, десятки миллисекунд, то есть если вы предъявляете 30 миллисекунд, то скорее всего не увидите, а если предъявляете 100 миллисекунд, то шансы велики, что увидите. Понятно. Ну то есть это реально 30-й кадр где-то должен быть, получается. Да, приблизительно так. Это первый способ. Второй способ интересный это метод, который получил название обратной маскировки. Если вы предъявите какое-то изображение на экране, а вслед за ним предъявите следующее, иногда бессмысленное, расплывчатое, которое получило название маски, то второе изображение, поступая сразу за первым, может спутать первое и не дать ему добраться до сознания. и опять варьируя интервал между маской и этим изображением, можно сделать так, что человек, кто видит первое изображение, то оно маскируется наложением второго, и он его не осознает. Еще один способ получил название бинокулярной конкуренции, бинокула райвары, когда изображение можно предъявлять в два разных зрительных поля, два глаза, и таким образом человек видит то одно, то другое. И простой способ, аппроксимирующий это, это различные иллюзии, когда вы видите то вазу, то два лица, вы воспринимаете разные вещи. Теперь, что делается в это время? Исследователи разными методами изучения активности мозга пытаются поймать, что специфическое возникает в тот момент, когда подпороговое воспринимаемое мозгом воздействие переходит в осознаваемое. Что нового делает мозг, чтобы осознать это? Этот переход к осознанию получил название Ignition зажигание вспышки. И разные методы показывают, что есть несколько признаков момента осознания в нервной системе. Например, когда нервная система, ваш мозг видит стимул, но подсознательно не осознает его, то активируются области сенсорной коры, которые связаны с его восприятием. Слуховой, если это слуховой, стимулы зрительные, если это зрительные, но очень немного. Когда происходит осознание, переваливает через порог, то первое, начинают зажигаться, активироваться области передней коры. Не сенсорные области, которые лежат сзади, а области лобной коры. Второе, что в областях, которые были связаны с восприятием этого стимула в зрительной коре, гораздо больше становится активных нейронов, то есть массированная активация происходит. Третье, что этот процесс происходит не сразу в момент предъявления стимула, а требует времени, происходит около 200-300 миллисекунд, когда это происходит, и этот момент совпадает с моментом осознания у субъекта. Значит, мы можем понять, что возникновение состояния субъективного опыта, субъективного восприятия, первое, проходит какой-то период обработки в мозге, возникает не моментально. Второе, что в этом периоде есть начальные стадии, которые есть даже при неосознанном восприятии, но дальше происходит вовлечение большого количества структур мозга, и мы можем назвать, какие, это захватывает и назад возвращается к областям, сенсорным областям, воспринимавшим это событие, и в этот момент возникает чувство субъективного восприятия. Это один из распространенных методов. Есть другой, более тонкий, это то, что вы спросили про нейрон Дженнифер Энистон. Если мы опустимся глубже в мозг и будем регистрировать работу мозга не методами электроэнцефалографии или магнетоэнцефалографии, дающими очень обширную, но грубую картину, методами, на котором, методами, которые ловит язык, на котором работает мозг, на котором клетки разговаривают друг с другом, то мы увидим, что для различных субъективных образов, которые являются частью нашего «я», сформировались в ходе нашей уникальной индивидуальной жизни, свойственны только нам, отражают наши интересы, предпочтения, соответствуют нейроны, которые способны при возникновении этих событий во внешнем мире активироваться в связи с ними, если хотите узнавать это. И тогда появляется возможность, даже не заглядывая на то, какие внешние события исследователь предлагает испытуемому понять, каков внутренний мир испытуемого, то есть реконструировать его из активности большого количества разных специализированных нейронов. Вы можете сказать, что этот парень, который участвует в эксперименте, фанат «Звездных войн», потому что полно нейронов в его мозге, которые случайно пойманы электродами перед операцией нейрохирургической у него, активируются на различных героев «Звездных войн», «Рыцарев-джедаев», «Йоду», «Люка Скайуокера», «Дарта Вейдера», другой футбольный фанат, потому что в него полно нейронов Марадоны, других знаменитых футболистов и так далее. То есть у вас появляется возможность объективного исследования и понимания состава субъективного мира того или иного мозга и, соответственно, существа организма, глядя на то, как работает этот мозг. Это не просто королята. Это следующий очень важный этап в современной линии исследования мозга и сознания. известно, я сейчас приведу несколько доказательств этого, что это причинные вещи. Одно из них выглядит таким образом. Я буду от более слабых двигаться к более сильным. Если давать стимул в экспериментах подобных тем, о которых я говорил в начале, например, с коротким предъявлением и увеличением времени предъявления, пока вы не начнете видеть что-то на экране, можно достигнуть той ситуации, когда вы в 50% случаев предъявляемое изображение уже видите, а в 50% не видите. То есть оно находится на границе. Один и тот же человек или разные люди? Один и тот же человек. Вы просто ему много раз предъявляете, выбрали там время, где-то там 60-70 миллисекунд, когда он говорит, сейчас вижу, а сейчас не вижу, а вы ему все время предъявляете. Вы можете выбрать при этом, это делается с регистрацией нейронов в мозге этого человека. Это редкие ситуации с вживлением в мозг человека электродов по клиническим показаниям. Но вы нашли у него Дженнифер Энистон, например, или там нейрон Эйфелевую башню. И происходит такая вещь, что когда он видит Эйфелевую башню, нейрон этот работает. Когда он не видит, нейрон не работает. В обоих случаях он получает это зрительное изображение, причем нейрон работает именно с этим отставлением около 200 миллисекунд, то есть тогда, когда возникает состояние сознания. не самый момент, есть ранние ответы, которые, я помню, я говорил, что зрительная кора может на нейрон зрительной коры отвечать на изображение даже до того, как вы его воспринимаете в первые 100 миллисекунд. Нет. Этот нейрон начинает работать и видеть Эйфелевую башню или Дженнифер Энистон в период, когда человек субъективно это говорит и только тогда, когда он это говорит. Это одна вещь. Вторая, есть такого рода наблюдение, когда человек ошибается в осознании того, что он видит. Ему показывают, например, один из таких случайных примеров находок в одной из работ серию зданий среди сотен других фотографий, тестирующих, что чувствуют и воспринимают эти клетки. и на этих зданиях, на этих фотографиях изображено, кажется, одно здание. И испытуемый говорит, что да, он узнает это здание, оно очень характерно, это здание Сиднейской оперы, очень оригинальный экземпляр архитектуры. Более того, когда просто на экране дается надпись «Сиднейская опера», Нерон это работает. Каждый раз, когда он видит Сиднейскую оперу. Но парадокс того наблюдения заключалось в том, что часть из фотографий в этом большом ряду содержала фото другого здания, очень похожего, храма Лотоса в Нью-Дели. И человек распознавал его как Сиднейскую оперу. И Нерон распознавал его как Сиднейскую оперу. Похожая вещь. Я пока сказал о коррелятивных вещах, а теперь я скажу о каузальных. Вы можете также сделать очень важный эксперимент в любой науке, проверить, не является ли это не просто коррелятом, а причиной. Для этого в такого рода экспериментах вам надо начать стимулировать найденные клетки, которые отвечают за распознавание чего-то субъективного или кодирование субъективного, и задаться вопросом, возникнет ли этот образ, то есть совсем субъективное чувство, то, что вы спросили вначале, как изучается, если просто простимулировать эти клетки, является ли их активация тем, что есть субъективное. Такие эксперименты пока очень трудны у человека по клиническим этическим показаниям. случайные наблюдения нейрохирургов, таких, как выдающийся нейрохирург XX века Уолдер Пенфилд, оперировавший в 1930-е годы и пытавшийся составить карты, какие области коры головного мозга за что отвечают. Он при операциях на открытом мозге прикасался тонким электродом с небольшим током к разным участкам коры, пытаясь картировать, что там происходит. И он нашел участки, стимуляция которых вызывала у пациента очень яркие, практически кинематографические и даже более того, виртуально реальные, я бы сказал, воспоминания, потому что люди слышали при этом, например, определенную музыку, и они слышали эту мелодию только когда он прикасался, если он отодвигал электрод, и стимуляция прекращалась, они переставали слышать, он прикасался к этой точке, музыка возобновлялась. Или перед ними вставали очень яркие образы из их детства или каких-то событий, которые они видели настолько реально, насколько можно себе представить. но у людей в таких ситуациях накоплено очень мало исследований, однако последние годы, и это достижение нейронауки последних лет, стало возможным исследовать это в мозге животных, и здесь мы приходим к тому, что субъективный опыт есть не только у человека, но, как мы говорили, широко распространен в природе в виде переживаний, ощущений, восприятия и так далее. Оказалось, что нейроны, которые способны отражать, что знает животное в своем субъективном опыте, есть у самых разных видов животных, млекопитающих, птиц, они кодируют то, что уникальное, что это животное приобрело в ходе своей жизни, то есть это действительно субъективный опыт, например, обезьяна знает не только ее нейроны, знают не только обезьяну, которая сидит напротив в нее, в другой клетке виварии, но и яркий красный ошейник, который надет на ту обезьяну, и который, конечно, никогда не существовал в эволюционном опыте этой обезьяны, и который очень привлекает ее нейроны, то есть много нейронов, которые специализируются на ошейнике той обезьяны, которая подруга этой сидит напротив, и тогда мы можем начать исследовать субъективный опыт, его структуру, законы его возникновения, откуда появляются эти нейроны, по каким принципам. Даже у других существ, не только человека. Поэтому я был аккуратен, когда говорил в предыдущих фразах «существо», имея в виду, что это можно делать не только у человека. Позвольте несколько уточнений. Давайте я закончу последнюю вещь. И в этом случае ученые могут делать то, что невозможно в большинстве случаев у человека, потому что человеку нельзя вживлять электроды во многие области мозга, так как нет клинических показаний, связанных с операциями для вживления, эти наблюдения очень ограничены, и так далее. Животными это можно. И оказалось, что стимуляция нейронов, специализированных относительно элементов субъективного опыта в мозге животных вызывает у них по всем признакам состояние, что они как будто видят то, что кодируют эти нейроны или воспринимают. Это можно проверить по их поведению, потому что этого нет, но они начинают действовать на этот стимул, на который их учили, например, что нужно использовать его для того, чтобы побежать в одну-другую сторону, как будто он появился. Несколько уточнений. По поводу экспериментов с людьми. Я правильно понимаю, что они происходят исключительно, когда у человека какая-то операция на мозге и, грубо говоря, ему предлагают, что ты можешь принять участие в испытаниях, в ходе операции мы заодно еще вживим несколько, не знаю, как это правильно называется, датчиков или чего-то там, проведем серию экспериментов. Это так устроено? Правильно, только в отношении людей лучше использовать термин не эксперимент, а исследование. Это так, из этических сообразов. хорошо. И, то есть, мы сейчас говорим, видимо, о сотнях и тысячах людей, да, не больше, с которыми такое было. Ну, в общем, да, надо сказать, что такие исследования проводились у нас в Советском Союзе в небольшом количестве мест. одно из них это лаборатория Натальи Петровны Бехтеревой в Ленинграде и потом Институт мозга человека, Институте нейрохирургии. Вообще существует не так много центров, в которых эти исследования ведутся. Проблема заключается в том, что не всегда по медицинским показаниям можно и нужно вживлять эти электроды, они еще должны быть вживлены не в момент операции, интероперационные вещи все-таки встречаются как метод чаще, а это делается за какое-то время до операции для того, чтобы остановить места чаще всего при эпилепсии активности мозга, которые связаны с этим. Потом эти электроды извлекаются и делается операция, но в течение недели, там, нескольких дней, пока пациент находится в палате и готовится к операции, записывается, можно регистрировать активность мозга через эти электроды. Но эти электроды толстые. Это была основная проблема первых попыток, в том числе в лаборатории Бехтеревой, ее сотрудников в 60-70-е годы. Они настолько толстые, что они не способны слышать, как разговаривают отдельные клетки. Они снимают суммарные показатели от очень большого участка. А делать специальные электроды для того, чтобы писать только отдельные нервные клетки, это не позволяет этические соображения клинических нужд. И так продолжалось до тех пор, пока одной креативной группой в Университете Южной Калифорнии, нейрохирурга, нейроученого Ицека Фрая не были придуманы электроды, которые эти грубые, и они снимают суммарный показатель в том числе эпилептической активности, но внутрь в них сомнуты тонкие-тонкие ниточки, платин иридиевые, пучок такой, который на кончике этого толстого электрода способен чувствовать работу и разговоры отдельных клеток. И эта технология стала развиваться, сейчас существует уже достаточное количество центров клинических, конечно, всегда, которые работают с нейроучеными в Америке и в Европе с регистрацией активности нейронов, отдельных нейронов в таких сложных экспериментах, направленных на изучение сознания и субъективного опыта. Таких работ становится все больше и больше. Да, я видел вашу статистику, что это не экспоненциальный, но достаточно резкий рост за десятилетия последних. То есть я правильно понимаю, что даже в рамках одного конкретного пациента количество нейронов, которые мы можем обозреть, оно весьма ограничено. И поэтому пациенту показывают, ну, не знаю, скачивают весь интернет, грубо говоря, показывают все подряд и пытаются понять, а чьи это нейроны. Это Дженнифер Эннисон или Сергей Бурунов? Так получается? Да, 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 конечно. Ну, и многие нейроны остаются нехарактеризованными, непонятыми, что они знают, потому что весь спектр субъективного опыта человека очень трудно самплировать даже в тысячи фотографий или видео. Но это может быть и невизуальный образ, в любом случае. Как правило, эти клетки достаточно интегральные. Они специализируются относительно именно квалий, идей, а не конкретных психофизических характеристик, то есть звуковых, зрительных, тактильных. вы можете сказать слово, там, рыцарь джедая или йода, а можете показать фотографию йода, можете показать кусочек видео, или проиграть дыхание Дарта Вейдера, и у вас нейрон рыцаря джедая будет активироваться еще как-то. То есть один и тот же, или одна и та же группа будет активироваться. Получается, это подтверждает то, что мы как бы мыслим или информация у нас внутри хранится в виде таких комплексных образов. Так получается? Концептуальная информация, ваши субъективные понятия хранятся таким образом, комплексным. Это не означает, что на других уровнях нервной системы нейроны не специализированы относительно более примитивных вещей. Только зрительных или, например, только отдельных характеристик зрительных образов. Например, наличие полос, углов, крестов и так далее. Существует большой такой лего-конструктор в общем мозге. Не могу не уточнить по поводу эксперимента, о котором вы уже говорили, когда человек не успевает осознать картинку, которую мы показали, но импульс на нервных клетках происходит. Значит ли это, что так называемый 25-й кадр работает? Грубо говоря, если наладить технологию, таким образом можно, например, учить язык или внушать человеку какие-то настройки? Нет, но это была надежда в начале этих исследований в 60-е годы. Нет, поскольку он не доходит до погружения во многие виды человеческой деятельности, с которыми он должен связаться, такие попытки малоэффективны. Хотя использовались и в общем даже не так еще давно в разных видах политических, социальных реклам. Ну нет, вы не побежите покупать зубную пасту, которую не успевает достаточное количество нейронов возбудиться, чтобы какая-то новая информация записалась. Хорошо. Правильно я понимаю, что вот этот один нейрон Эйфелевой башни или Дженнифер Энисон, который мы нашли, но кроме него есть еще целая связь, связанных, которые возбуждаются по этому же принципу. Их миллион, если я правильно услышал, в вашем выступлении. Да, да, все верно. Иначе никаких шансов конкретный такой нейрон не было бы найти. Именно потому, что их много, именно потому, что пациент, у которого нашли нейрон Дженнифер Энисон, был любителем сериала Фрэнс на самом деле. И, кстати, поскольку нейрон стал знаменитым, то надо это и сказать, что эта группа исследователей потом установила, что это не был нейрон Дженнифер Энисон, это был нейрон героини сериала Фрэнс. На других героинь он также активировался. так что у нейронов сложная категоризационная жизнь и профили. Этот же нейрон не активировался, когда Дженнифер Энисон была с Брэдом Питом на фотографиях ее бывшим мужем. Как интересно. То есть именно образ сериала. Да, он не попадал в этот образ сериала на эти фотографии. Вау. А со временем эти нейроны могут менять свое предназначение? Это очень важный вопрос, который находится на переднем фронте сегодняшних исследований. Вот мы проводили в июле этого года школу молодых ученых, которая была посвящена сложным нейронным сетям и когнитивной специализации нейронов. И там выступали наши выдающиеся нейрофизиологи зарубежные, занимающиеся исследованием нейронных основ поведения, мышления, сознания. И очень много обсуждался именно этот вопрос. Чем больше мы получаем инструментов для длительной регистрации таких клеток, не в ходе нескольких дней во время исследования пациентов в клинике, а у животных, когда это можно делать неделями, месяцами, тем больше возникает понимание, ощущение, что эти нейроны возможно не специализированы раз и навсегда, они могут переспециализироваться, они могут обладать разными специализациями в разных обстановках. То есть он знает многие разные вещи и ведет в одной обстановке себя согласно одним своим знаниям, узнает одни вещи, а в другой обстановке, в среде, если поменять ее, в которой он приобретал вместе с другими нейронами этот опыт, он узнает другие вещи. То есть это у него набор специализаций, которые не противоречат друг другу. Это не означает, что когда нейрон попал в другую среду и приобрел новую специализацию, прежнее стерлось, и он перестал это знать. Это была бы катастрофа. Если перекладывать на практическую плоскость, получается, что новую информацию лучше усваивать в каком-то новом контексте? Так выходит? Или это не следует? Ну, я думаю над этим. У вас больше шансов на то, что информация будет легче извлекаться в том контексте, в котором она приобреталась. более строго так. Кроме того, становится ясно, что вот эти яркие примеры, про которые мы с вами говорили, нейрон Дженнифер Эйнистон, Брэда Питта, рыцарев-джедаев, Марадонны, Белла Клинтона и так далее, это исключительные случаи специализации, сильной специализации нейронов, которые существуют для очень затвержденных, важных наших субъективных элементов опыта. А вообще нейроны еще обладают многими полу-специализациями. Вот вы немножко знаете этими нейронами, но еще раз плывчато, нужно много еще раз повторить, потому что может быть это лицо, которое появилось, оно больше никогда не появится и не станет частью вашего богатого внутреннего мира. Вы эту девушку повстречали и разошлись на улице, и все это помнить не нужно. Нейроны обладают таким шлейфом формирующихся специализаций, которые помимо ярких специализаций тоже в них присутствуют. Сейчас появились очень интересные технологии искусственного интеллекта, которые позволяют синтезировать изображение того, что видит и знает тот или иной нейрон мозги. Ух ты! То есть не идти путем таких классических экспериментов, когда набрать из Ютуба разных видеороликов изображений из интернета и показывать, а сделать другую вещь, поймать какой-то нейрон, работающий в мозге, электрод рядом с ним находится, и соединить этот электрод с отводимыми разрядами нейрона с генеративной нейронной сетью, которая будет генерировать на экране перед глазами субъекта. это делается на обезьянах и пока. Самые разные случайные изображения. И каждый раз регистрируется, это как-нибудь интересует нейрон, он как-нибудь изменил свою активность. И смысл этой петли с искусственной нейронной сетью, что она пытается создать изображение все больше и больше активирующее эту клетку, то есть создать для нее суперстимул, который ее просто с ума сводит, на который она начинает орать всеми своими возможностями. А дальше исследователи смотрят, а что это такое? И поразительная вещь, что такие изображения несут очень осмысленный винегрет из разных частей субъективного опыта обезьяны. Винегрет, потому что это все перемешано в таком синтетическом изображении. Там могут быть, например, части изображения, которые напоминают синтезированной искусственной нейронной сетью, но узнаваемым нейроном. лицо экспериментатора в маске белой, которую они носят, глаза и так далее. И где-то там сбоку прилеплено распознаваемое изображение чопора для капусты, которым в Виварии эту обезьяну рубят капусту и кормят. И еще что-то там, другой обезьяны. В очень химерных таких необычных изображениях. но это как бы способ объективизации когнитивных рецептивных полей вот таких клеток. Известно также, и мы переходим к одной фразе, которую я коротко сказал, но она очень важная, что можно подследить, как формируются эти субъективные знания у отдельных клеток. Помните, я сказал, что важно не только увидеть нервные крылья, но через это уловив их, понять, а как это возникает. Не было, не было, из ничего возникает вдруг Эфелева башни. И даже в исследованиях с пациентами ученые обнаружили, что эти новые нейроны со специализацией формируются очень быстро, буквально за день. Это вначале были наблюдения Родриге Куэйн Кироги, одного из авторов этих экспериментов Дженнифер Энистон, что среди нейронов, которые они регистрировали пациента, они регулярно находили нейроны лиц ученых, экспериментаторов, которые работают с пациентом, которые пациент накануне не видел. То есть в воскресенье они записывают активность нейронов первый раз, а в понедельник, тестируя их на разные изображения и предъявляя изображения экспериментаторов, видят, что есть нейроны экспериментатора. И в последний год-два появились специальные работы о быстром формировании таких специализаций. У животных это особенно можно исследовать, потому что там можно писать их неделями, месяцами в разных ситуациях. хорошо. Тогда позвольте еще один практический вопрос, который касается этой темы. Правда ли тогда, человеку для того, чтобы запомнить какое-то внятное сообщение, ну, есть вот эта знаменитая маркетинговая стратегия про шесть или семь контактов. Вы как раз начали говорить о том, что человек запоминает образ экспериментатора, или животное запоминает образ экспериментатора. вот эта штука про семь контактов, это рабочая история? А какая штука про семь контактов? Ну, чтобы человек усвоил рекламное сообщение, нужно, чтобы оно прозвучало для него из семи источников, ну, или семь раз, если я правильно помню. Я не знаю. А вы не запоминали рекламное изображение с первого раза? Да вот так уж и не скажешь. Если же запомнил, то, наверное, оно было несколько раз. Да нет, ну, смотрите, ну, не знаю, там были замечательные ролики Тимура Бекмамбетова про банк империалов, не знаю, видели ли они. Вы их увидите. Это зависит от неожиданности, новизны. Вам не обязательно повторять это много раз. Потом есть вещи, которые случаются один раз, и человек их запоминает на очень долгое время. Ну, а, кстати, вот про то, что запоминает... События, события, которые потрясают человеческое сознание. атака на две башни или там в американских исследованиях гибель Челленджера с космонавтами, увидев это один раз, или там убийство Кеннеди, фильм Запрудера. Вам не обязательно его пересматривать семь раз, у вас останется это. Другое дело, что исследования на таких примерах, и очень интересно, что у животных, у человека это началось позже, и повторило то, что на животных, показывает, что, чтобы запомнить с одного раза такие вещи новые, мозг проигрывает их в оффлайн режиме после того, как столкнулся с ними повторно. При этом ясно, что это повторное проигрывание, которое, если хотите, повторяет это не семь раз, а, может быть, семьдесят и семьсот, если это важно в вашем мозге, не обязательно выходит на уровень сознательного воспоминания и проигрывания. То есть вы можете столкнуться с этой рекламой, с этим событием один раз и заниматься дальше своей каждодневной деятельностью, не вспоминая это эксплицитно, но мозг будет это проигрывать, это раз. И он будет это делать также во сне. И эти повторные проигрывания укрепляют след этого события, субъективное состояние, даже если оно происходило один раз. Но оно должно быть достаточно значимым. Не все события так проигрываются. А я правильно понимаю, что это относится в основном к стрессовым событиям, опасным? То есть эволюционно это очень понятно. Запомнить нужно то, что опасно было. Или не обязательно? Нет, совершенно не обязательно. К любым значимым событиям. Вы первый раз попробовали то, что вам в принципе очень нравится. Новое мороженое. Или потрясающий торт, которым вас угостили. Точно так же. Встретили девушку на улице, которую ах, она прошла, но образ ее у вас остался. Мой преподаватель, мой руководитель по режиссуре в Московской школе кино Алексей по-погребски говорит, опыт это то, что мы получаем, когда не получаем то, чего хотим. Это очень мудрое высказывание. Вам для нового опыта необходимо рассогласование. Должно быть не так, как раньше, чтобы запомнилось. Рассогласование может быть разных типов. поэтому это высказывание не охватывает все. Бывают ситуации новизны, которые не связаны с негативной составляющей, что вы не получили чего-то. Но если вы не получили чего-то, и эта ситуация значима для вас, то, первое, вы ее лучше запомните, а второе, что в структуре вашего опыта останется след в дереве знаний, привычек и навыков, которым вы обладаете, что эта штука теперь не работает, или так это не работает, и надо искать что-то другое. Это другое слово для опыта. Опыты же бывают тоже разные. Опыт бывает в виде того, что называется эпизодическая или автобиографическая память, а опыт может быть в виде опыта решения каких-то проблем, которые вы достигаете пробами, ошибками, в случае, если вы не достигаете то, что вам было нужно в прошлый раз, и вы пробуете, решаете. И то, и другой опыт, это разные виды памяти. Про компьютерные нейросети. Те модели, которые сейчас строятся, они похожи на то, как устроены нейроны в мозге? Простой ответ абсолютно не похожий. В этом ответе есть какая-то загадочная сторона. При том, что они абсолютно не похожи, они делают некоторые вещи и изнутри обладают некоторыми свойствами, которые очень похожи. И вопрос, почему они, черт возьми, очень похожи, хотя ничего общего нет, это глубокий вопрос. Значит, есть что-то, что делает их общим. например, нейроны, о которых я рассказывал с максимизацией ответа, гиперстимула, которые вы находите на нейронах мозга у животных, очень похожие синтетические такие химерные изображения того, что видят нейроны глубоких слоев искусственной нейронной сети, получаются в современных глубоких нейронных сетях, в системах искусственного интеллекта. А, то есть, если такой же эксперимент проводить с искусственным интеллектом, получаются похожие результаты. Вау. Да. Ничего на самом деле содержательного общего с биологической нейронной сетью нет. Это не физическая нейронная сеть, это статистическая вещь, это формула. Она не состоит из физических элементов. Эти физические элементы не образуют той картины связи, сложной, которая характерна для коннектома биологических нервных систем, то есть сети из живых нейронов. И, тем не менее, в глубоких слоях искусственной нейронной сети эти псевдонероны, как мы их назвали когда-то, начинают распознавать и формировать рецептивные поля, поразительно напоминающие знания, которые приобретают нейроны в нашем мозге. Так не должно быть. Почему это так? За счет каких вещей? и почему также нейроны глубоких слоев искусственной нейронной сети по лучшим знаниям, которым мы обладаем, не дают этой нейронной сети никакого субъективного опыта, она ничего не чувствует. Это серьезные вопросы. ответы на них могут раскрыть не только принципы организации искусственных нейронных сетей, но и помочь в понимании того, как это происходит в естественных нейронных сетях. Аналогия, я бы сказал, здесь такая, может быть. Это то же самое, как аналогия между искусственным отбором и естественным отбором, на который Дарвин построил основные принципы своей теории. Да, человек отбирает, природа не одушевлена, она не отбирает, но результаты в формировании разных пород и формировании разных видов настолько разительны, что заставляют искать некоторые общие глубокие принципы. Я правильно вас понимаю, что ключевое отличие, на ваш взгляд, в том, что искусственные нейронные сети это софт? У них нет физического носителя. Это первое, наверное, ключевое различие. Если вы сделаете нейроморфные искусственные сети, над которыми идет работа и довольно успешная, и у вас будет нейроморфный чип, который будет содержать физические элементы, и даже сделаете этот чип спайковым, то есть заставите эту сеть работать на принципах разрядной деятельности отдельных нейронов, то эти первые два шага не гарантируют вам, что она начнет обладать субъективным опытом разума и сознания. Это на органическом носителе или это на каком-то... В органическом то. Да, конечно. Но есть группы ученых, которые безусловно считают, что ключевое отличие, которое вначале нужно преодолеть, которое не позволяет компьютеру воспроизвести состояние сознания, субъективного опыта, это то, что это просто софт, это вычислительная вещь. И симуляция каких-то интеллектуальных вещей вовсе не означает, что они сопровождаются субъективным опытом, точно так же, как они говорят, как симуляция тайфуна или урагана или ядерного взрыва не сопровождается тем, что в суперкомпьютере появляется огромное количество мокроты, воды и так далее. Это интересно. Ну, вообще-то говоря, если, по крайней мере, в моем представлении, вычисления в нашем мозге, они же тоже в основном происходят неосознанно. То есть то, что мы называем сознанием, это скорее то, что вы говорите, это синтетическое ощущение основанное уже на этих вычислениях, каких-то сенсорных данных. Давайте мы скажем несколько вещей, уточняющих. Первое, назовем то, о чем вы спросили, не вычислениями, а процессами. И скажем, что это процессы когнитивного уровня. Иначе говоря, что большое количество когнитивных процессов в нашем мозге действительно происходит неосознанно. Они вовлекают все, что мы знаем, весь наш субъективный опыт. Они вовлекают переборы его, они вовлекают поиски решений, которые неожиданно всплывают. Если бы мозг не был дифференцирован в эту нейронную гиперсеть, согласно моей теории, в когнитом, а был бы просто ведром из большого количества связанных нейронов, такие, как растут в культуре клеток, то процессы в этой миске не сопровождались бы когнитивными характеристиками. Но поскольку вы свой мозг выращивали в отношениях себя как субъекта с окружающим миром с раннего детства, он весь у вас наполнен этими когнитивными элементами, когами в моей теории. И процессы в этом мозге теперь даже неосознаваемые текут на уровне этих элементов. Следующий момент, я убрал слово вычисления, потому что когда-то это могут быть вычисления, но опять то, что говорит моя теория, что в значительной степени эти процессы не вычислительного характера. Иначе говоря, они не обязательно и далеко не всегда следуют законам логики вывода вычислений. Они в огромной степени просто ассоциативны, когда одни когнитивные элементы дергают, и я могу объяснить, как это происходит в теории, другие, которые находятся очень далеко во времени, не связаны причины и так далее. И у вас мысль течет таким образом, даже бессознательная, которая, будучи нагружена какой-то творческой задачей, может вам выдать ее на гора во время сна или когда вы пробудитесь или в какой-то неожиданный момент, как готовый результат. Можете рассказать про вашу теорию, раз уж мы начали тогда о ней? Да. Эта теория называется гиперсетевая теория мозга, потому что она описывает мозг как то, что мы до сих пор не знали. Она говорит, что мозг это не то по своей сути, что люди думали о нем на протяжении последних веков. Это важно. Значит, это новая теория мозга. Она говорит, что наш мозг содержит эту гиперсеть по своей сути являющейся субстратом, носителем, тем, что мы называем нашим опытом, нашим я, нашим разумом и даже нашей душой, если вы будете опускаться вниз по исторической лестнице человеческих представлений о своей собственной природе. я работал над этой теорией много лет. Первые версии были около десяти лет назад. Но на сегодняшний момент она состоит из трех разделов, трех основ. Концептуальных основ, математических основ и нейробиологических основ. Концептуальные основы теории построены так, чтобы в минимальном количестве принципов отразить максимальное количество феноменов, связанных с мозгом, сознанием, разумом, самых разных видов организмов. То есть охватить всю феноменологию с одной стороны расширяющихся знаний о нервных системах в биологическом мире, с другой стороны данных психологии как науки о поведении и отчетах. И с третьей стороны, что очень важно, феноменологии, то есть субъективных ощущений, таких, как мы знаем по своему собственному опыту. поскольку область чрезвычайно сложна и в ней существуют миллионы публикаций в области нейронаук и психологии, тысячи книг, посвященных этому вопросу, то возникает вопрос, как это можно делать вообще, можно ли понять такую сложную вещь. Есть популярные высказывания, которые привлекают внимание зрителя, что нервная система настолько сложна и мозг, что мы не способны ее понять. Вот теория говорит, нет, существует подход, и она пробует заложить в концептуальных своих основах такой ответ. Ответ состоит из трех групп принципов. Первая теория вводит три начальных принципа, которым должно отвечать дарвиновское существо, некоторый организм, система адаптивная. Если мы будем говорить про искусственные системы и, возможно, искусственное сознание в будущем, то максимально общая система, которая складывалась и отвечает дарвиновским принципам эволюции естественного отбора, что нужно дополнительного, спрашивает теория, поверх этих известных принципов, чтобы в таком существе, в таком организме возник разум, возникла психика и сознание. теория утверждает, что нужны три начальных принципа, три начальных основы. Каждая из них в отдельности недостаточно, но если они встречаются вместе, то в этой системе запускается процесс, который по утверждению теории неизбежно придет к возникновению разума в этой системе. Это первые принципы, начальные принципы. Дальше очень важно, я вернусь сейчас к ним и назову их три, очень важно, что все три из них не содержат никаких психологических когнитивных терминов, иначе говоря, это те предпосылки, которые есть у систем предыдущего уровня, докогнитивных, возникших в результате эволюции жизни, которые из ничего, из отсутствия когнитивности и психики, при их сочетании начинают постепенно строить этот разум в эволюции, или, чем занимается теория, в индивидуальном развитии, потому что мы все рождаемся как оплодотворенная яйцеклетка, превращающаяся в комочек развивающихся развивающихся клеток, размножающихся, появляющихся первых нервных клеток, но у нас пока нет разума, и в какой-то момент у ребенка возможно по многим наблюдениям сейчас уходящим глубже и глубже в случае рождающихся недоношенных детей на еще ранних этапах появляются эти субъективные ощущения, переживания, помните, мы говорили про сознание как субъективные чувства боли, тревоги, неприятного и так далее. Как это происходит? Теория для этого вводит вторую часть, которая называется принципы возникновения или принципы происхождения. и она говорит, что есть три фундаментальных принципа происхождения, которые при наличии первооснов, начальных принципов, автоматически из них вытекают, то есть вам их даже не нужно постулировать. Если у вас есть три начальных принципа, то из них логически вытекают три следствия, как начинает строиться разум. И третья часть это принципы существования. теория говорит, если этот процесс продолжался долгое время по этим принципам, то в его итоге возникает то, что мы можем назвать разумом, и описывает, что это за сущность, что это за сущее, давая ему имя когнитом. Вот три таких части. Я не буду говорить сейчас о математической основе этого и нейробиологической, если надо, мы можем вернуться. Важно очень базовые вещи понять. Какие начальные принципы, какие первоосновы? Теория говорит, что их нужно три. Первое, чтобы дарвиновский организм, дарвиновское существо обладало способностью генерировать внутри себя новые функциональные системы. Что такое функциональная система? Функциональная система это подмножество элементов целостной системы, адаптивного, например, существа, которые своей активностью, будучи расположены в разных частях этой системы, вместе позволяют этому существу, этой системе, достичь какого-то результата в своем существовании, в отношениях к окружающим мирам, получении чего-то, избегании чего-то. Мы знаем, что для того, чтобы из физиологических данных, для того, чтобы организм, это может быть даже одноклеточный организм, решал такие задачи, вовлекаются не все элементы этой живой системы, не все молекулы биохимические и биохимические каскады в одноклеточной системе, не все клетки в многоклеточном организме. Мы состоим как бы из огромного количества инструментов, таких мини-я функциональных систем, каждая из которых способна решать свою задачу для целого организма. Мини-я, потому что в этот момент пищевой поведенческий акт, например, вы хотите выпить кофе из чашки, вы протягиваете руку, достаете эту чашку, подносите ее к рту, удовлетворяете свою жажду или тягу к сладкому или что угодно, избегаете жары, переходите в помещение, где более прохладно. Мы состоим из огромного количества таких функциональных систем. Мы это репертуар огромного количества таких мини-я. Каждая из этих систем в момент, когда она ведет наше поведение, она своего рода водитель нашего тела. Она представляет я в этот момент, я хочу и делаю то-то, то-то. Все ресурсы в этот момент подчинены этой функциональной системе состоящей из этого количества элементов, специализированных на этой задаче. Большинство эволюционно складывавшихся функциональных систем в эволюции жизни, они врожденные, конечно. То есть они есть поэтому и у одноклеточных организмов, не требующих обучения, они есть и у растений, приспосабливающихся к тем или иным условиям внешней среды, изменением освещенности, температуры, доступа питательных веществ, они есть у многоклеточных организмов и у организмов с нервной системой существует огромный репертуар сложившихся в ходе их эволюции врожденных функциональных систем. Насекомые, например, огромное количество сложнейших функциональных систем, которые позволяют им охотиться на что-то, собирать пыльцу где-то, откладывать личинки, рыть норы для того, чтобы это сделать. Очень стереотипные врожденные функциональные системы. Но с какого-то момента, и вот это момент первого требования, системы, которые сталкиваются в жизни такого организма с какими-то препятствиями, как рассказывал ваш преподаватель на курсах, и наступает момент рассогласования. Запускают в организме поиск других способов получения результата. Если это организм с нервной системой, то начинается рекомбинационная активность разных блоков того, что организм в прошлом мог делать, двигаться и так далее. С проверкой не принесет ли это результат, не позволит ли это прокопать нору глубже, не позволит ли это достать пищу из трудного места. И в какой-то момент, когда появляется удачное решение, и оно совпадает с старой функциональной системой и ее результатом, оно способно фиксироваться. Вот если организм в своей эволюционной истории приобрел способность генерировать новые функциональные системы, то это первое условие для возникновения разума. Второе условие очень важное, что организм должен иметь в себе глубокую нервную сеть, глубокую глобальную сеть, интегрирующую его как целую. Тут оба термина и глубокая, и глобальная важны. Глобальная это означает, что если функциональные системы заселятся в такой организм, у которого появилась такая сеть, они начнут создаваться внутри этой глобальной сети, и это очень важно будет для объяснения того, что такое сознание субъективного опыта, которое создавая эти новые функциональные системы, каждый раз генерирует некое отношение целого организма к окружающему миру и проблемами в нем, как целого. То есть нервная сеть, которая способна собрать весь организм в целое на его отношения с окружающим миром, является тем интегратором, который позволяет выработать внутри нее в новых функциональных системах те или иные ценности, если хотите, новые результаты, новые цели и так далее, целого организма. Другое очень важное слово в этом термине глубокая глобальная сеть, что эта сеть должна быть глубокой. Если у вас сеть охватывает весь организм, но это организм гидры, например, с очень простой сетью, где клетки, которые находятся на чувствительных поверхностях, сенсорные клетки, почти напрямую соединены с клетками, которые сократительные, и которые способны двигать, то есть она не глубокая сеть, у вас это похоже на однослойный перцептрон, если мы возьмем аналогию из искусственной нейронной сети, то такая сеть, даже если в ней формируются новые функциональные системы, не сформирует разума. Нужны глубокие слои, в которых это очень важно, нейроны, в которых, так же, как нейроны в искусственной нейронной сети, загадочно формирующие сложные образы, получают сигналы от окружающего их мира, а это другие нейроны, уже многократно синтезированы и переработаны на разных комбинациях разных входов. Чем глубже, тем более абстрактно и более абстрактно. и тогда, если вы пройдете энное количество таких слоев в естественной нейронной сети, вы увидите клетки, которые не реагируют на цвет фона фотографии Дженнифера Энистон или на определенные характеристики ее глаз, а реагируют на интегральный образ Дженнифера Энистона, неважно, она фаз, профиль, она с другими людьми на фоне одного другого события, они начинают абстрагировать то общее, что приходит каждый раз к ним, когда появляется Дженнифер Энистон. Да, понятно. И третье принципиальное условие начальное для возникновения разума, что и первое, и второе, не приведут к его возникновению, если клетки этой сети не будут обладать интегральной долговременной памяти, не будут способны фиксировать то, что с ними случилось в тех или иных эпизодах отношений и более того, кумулировать это, накапливать. То есть это произошло раз, она запомнила все, что к ней пришло и как она активировалась. Пришло два, она накапливает, накапливает, накапливает. И тогда, теория говорит, начинают работать принципы возникновения. Их всего три тоже, теория говорит. и их можно я могу обрисовать это, в науке существует такое понятие, как toy model, игрушечная модель. Вот я вам сейчас это в виде игрушечной модели скажу. Если существо, агент имеет все три составных, которые я сказал, функциональные системы, глубокую сеть и клеточную память в узлах этой сети, то в этом существе его активности начинают работать три строителя. Представьте три маленьких человечка, три оператора, архитектора. Оператор это математический термин, но мы его используем для образного понимания. Один из этих операторов называется композитор. Он в момент, когда функциональные системы сталкиваются с какими-то неожиданностями и требуется новый опыт, новые попытки, он сочиняет новые функциональные системы. Он их складывает как из лего-конструктора, из имеющихся кусочек. То есть, собственно, композицию выкладывает. Да, он композитор, да. Так. И первый принцип говорит, что функциональные системы способны размножаться и очень уникальным образом, очень специфическим образом. Они размножаются ветвлением или даже более точно почкованием. Иначе говоря, если организм рождается с некоторым набором нескольких базовых потребностей функциональных систем, которые он в момент рождения имеет, но эти функциональные системы в окружающем мире начинают сталкиваться с новыми обстоятельствами, новыми препятствиями, то на отростках этих функциональных систем начинают вырастать веточки новых функциональных систем, которые являются способами достичь результата уже известной. А на той вырастает следующая веточка и так далее, и так далее. И в нашем мозге, говорит теория, растет это огромное дерево нашего опыта. Откуда берется субъективное психическое содержание у этих функциональных систем? Для этого теория выдвигает второй принцип. Она говорит, что вместе с оператором композиции, композитором, есть второй маленький человечек, второй оператор. который носит имя декомпозитор. И он делает как раз основную работу по формированию элементов крошек, монат нашего субъективного опыта. В тот момент, когда возникает новая функциональная система, это большое облако клеток в нашем мозге, объединенных какой-то совместной деятельностью по решению той или иной задачи. Эти клетки, естественно, они берутся из уже существующего набора сети клеток. Иначе говоря, эта новая функциональная система ложится в какие-то из существующих клеток в этой сети. В нейробиологии обучения памяти это получило название аллокации. то есть у вас новая функциональная система помещается, засасывается какими-то клетками, которые раньше делали одно, а теперь начинают делать другое. И получается, что эти клетки работали раньше в других функциональных системах, а теперь работают в этой. А потом могут еще, помните, то, что обсуждали с вами о том, что они могут переспециализироваться, потом работают в этой, а потом работают в этой. И в этом процессе, который базируется на долговременной накопительной памяти, происходит удивительная и очень важная вещь, что в глубоких слоях нейронной сети нашего мозга, в таких клетках, в которых ложится одна функциональная система, другая функциональная система, третья функциональная система, они начинают накапливать некоторые общие свойства и признаки в отношениях с окружающим миром, которые были одинаковы для этих функциональных систем. Например, эта клетка работала в тот момент, когда ребенок увидел и узнал о красных яблоках и попробовал их и узнал, что это вкусная вещь, а потом через некоторое время он увидел ужасно привлекшую его красную пожарную машину, а в третий раз он увидел мяч красного цвета, и оказывается, что эта клетка в самых разных этих задачах пищевых, игровых и так далее работает и там, и там, и там. И общим моментом для этих систем является то, что она активируется каждый раз, когда в этом мини-я, соотносящем меня с какой-то ценной вещью или событием в окружающем мире, есть этот признак красный. Она начинает вычленять его. Поэтому второй принцип, если первый принцип это ветвление, и это растет дерево, то в момент, когда формируется новая ветвь, одновременно, это очень важно, по клеткам, в которых ложилась эта функциональная система, вычленяются в самых разных местах нервной системы, звуковых, слуковых, абстрактных, глубоких и так далее. Некоторые элементы, которые имеют более абстрактные характеристики, красное, сладкое, острое, и далее, и более, и более сложные. Породы собак, виды зданий, виды человеческих лиц, прически, назовите что угодно. Категоризируются автоматом? Да, и получается, что эти нейроны категоризируют окружающий мир, наделяя, теперь, внимание тоже, все функциональные системы, в которых они участвовали, наделяя этим качеством. То есть, теперь эта функциональная система не просто работала в ситуации, где было красное, она несет в себе параметр красного. Она может искать это красное, может выделять это красное. Поскольку эти нейроны живут внутри этих функциональных систем, а они приобрели эту абстрактную категорию, то теперь вся функциональная система со своей валией, со своей ценностью к окружающему миру имеет теперь эквалию, качество красного, качество колеса, качество лестницы, пожарной машины и так далее. Получается, что наш мозг начинает разбиваться на безграничное количество, практически безграничное, огромное количество таких когнитивных элементов, микроэлементов, которые несут самые разные качества. И третий оператор, он носит интересное название рекомпозитор. В отличие от композитора, который собирает конструктор, он тоже собирает конструктор, но из чего? Из тех ментальных монат, блоков, которые наделал декомпозитор, то есть тех абстрактных единиц нашего я, квалии, которые возникли в ходе разбиения, сегрегации, вычленения из целостных функциональных систем, автономных элементиков, которые теперь делят мир на красное, зеленое, вкусное, сладкое, машины, собак, стулья, деревья, банки, футбольные команды и так далее. Теперь наш мозг, прошедший эти первые два этапа, населен этими хвалонами, как их называет теория, группами клеток, несущих квалиативные специфические свойства нашего опыта. Рекомпозитор занимается с помощью своих инструментов объединением их в одно целое, синхронизацией в то, что теория называет халон, целостную картину. Это то, с чего мы с вами начали. Единство сознания, единство целостного образа, сцена, которую вы не можете произвольно разбить и отдельно увидеть надпись на кружке, от кружки ее цвет, отвлечься от всех других характеристик. Это происходит потому, что огромная команда хвалонов, которые у вас возникли, которые знают, что такое миссис, знают, что такое латинские буквы, знают, кто такое Эйнштейн и так далее. Активировались все вместе и образуют единый целостный образ. Итак, операторы, композитор строит дерево оперонов, таких групп элементов, нейронов в нашем мозге, которые совместной активностью способны решать те или иные задачи соотношения целого организма с его внешним миром. Итоговый продукт, так же, как и в случае биологической эволюции, первое, чрезвычайно сложен. Можно ужасаться строению глаза млекопитающего, как говорил Дарвин, просыпаясь в кошмаре от того, как могла эволюция решить задачу. Итоговый продукт чрезвычайно сложен и очень разнообразен. Но происходит это все в результате очень простого алгоритма. Иначе говоря, мозг и разум алгоритмически очень просты. Правила, которые создают их, можно описать очень ограниченным количеством принципов. Весь смысл в том, что, повторяясь огромное количество раз, за счет наличия памяти, другой памяти, не генетической, как в случае биологической эволюции, а эпигенетической, накопительной, каждый следующий виток создает следующий прирост в этой системе, развивая ее экспоненциально и многократно. И эти принципы в теории называются роллинговая прогрессия, когнитивная прогрессия, она как бы катится этими циклами. Композиция, декомпозиция, рекомпозиция, три оператора. Композиция, ветвление, декомпозиция, вычленение, рекомпозиция, объединение. Накапливая это, и создается то, что теория называет нейронной гиперсетью из групп этих клеток или когнитомом. Из этого теория дальше говорит, зная, как это происходит, мы можем теперь понять, что это такое. И описывая это, я не буду сейчас касаться этой третьей части, теория говорит, что то, что мы получаем в результате закономерного этого процесса, механизма, который мы можем понять, по своим свойствам, причинным, структурным и так далее, совпадает с тем, что люди называли разумом, майнд, или психикой, или душой. Это определенная органическая структура с определенным потенциалом, способностью, которые несет эта структура воспринимать окружающий мир и делать что-то в окружающем мире, причинно-действенным потенциалом. И это материальная вещь с закопленной в ней информацией, знанием, ее потенциалом. И теория дальше говорит, что через это мы можем, через понимание того, что такое разум, как структура, мы можем продвинуться к пониманию самой сложной проблемы, что такое сознание и как оно возникает. Теория говорит, что процессы сознания выводимы автоматически из принципов и правил, которые есть в этой теории. Они автоматически следуют. И если коротко говорить, то это процессы, которые в такой сложной системе, в когнитоме, обладают свойством того, что наши целостные состояния, состоящие из многих хвалонов и образующих халон, способны перколировать в системе. Перколировать это значит пропитывать, пронизывать всю систему, доставая все элементы когнитома, все элементы нашего прошлого я. и как бы шевелить их. То есть в тот момент, когда вы видите красную пожарную машину или красную спортивную машину, которая представляла опасность, этот набор активных групп хвалонов, образующих этот целостный образ групп нейронов, способен достать своими связями. И я могу потом объяснить, почему он так глубоко достает. все отдаленные частички вашей личности, вашего я, которые формировались всю вашу жизнь. То есть она дает то, что в теориях сознания называется глобальный доступ. Поэтому сознание в этом смысле можно определить как процесс специфический, уникальный, который существует не всегда, и мы с вами разбирали случаи, когда когнитивные процессы могут не проходить этот порог перкаляции, не быть глобальными, не восприниматься осознанно. Когда это процесс, в котором состояние системы, целостное состояние холон воспринимается всей системой. или другими словами, это то, каким образом наша душа ощущает свои собственные состояния целостные, если мы переведем на язык философии прошлых веков. Это очень интересно. Константин, у нас, к сожалению, заканчивается время. Не то, чтобы резюмировать, а чтобы уточнить, может быть, из ваших предыдущих выступлений и из того, что вы сейчас рассказали, я правильно понимаю, что вы утверждаете, что сознание это естественный этап эволюции материи? да, безусловно, а какая альтернатива, что это неестественный этап эволюции материи? Это словосочетание неестественный этап эволюции материи, кажется, не имеет смысла. Либо это просто не этап эволюции материи, и такие точки зрения есть, психизм, например, оно существовало без всякой эволюции материи. Ну, если материя эволюционировала и без нас с вами, то это естественный этап эволюции. Другое дело, всегда ли она должна эволюции материи приводить к возникновению сознания? Будет ли это на другом субстрате, в других бесчисленных мирах вселенных и планетах, где эволюционировала материя? Скорее, это я спрашивал. Уникальная комбинация условий. Это открытый вопрос. Но теория, по крайней мере, говорит, что если она верна, она, может быть, не верна легко, как и любая научная теория, то она предсказывает, что развитие разума и сознания, появление его у инопланетян должно происходить по этим же фундаментальным законам. Я бы, наверное, здесь поставил многоточие. Или есть что-то еще, что мы должны важное проговорить? Ну, я бы сказал две вещи. То, что я говорил про теорию, сформулировано в утвердительном виде. но так всегда должен делать ученый, выдвигая гипотезы и стараясь дальше их опровергнуть, сталкивая их с миром. Но я думаю, что вот в этом случае безусловно справедливо то, что любил повторять Нильс Бош, что все мои высказывания нужно воспринимать не как утверждение, а как вопрос. Много неясных вещей. Может быть, теория неверна, может быть, есть феномены, которые ее опровергают и выходят за ее пределы. Но для этого и нужны теории версии 1.0, версии 2.0 и так далее. Либо она может быть целиком отброшена как негодная в каком-то месте, либо эволюционировать так же, как дарвинские существа. Наши представления эволюционируют путем отбора, генерации нового, отбора и так далее. Поэтому, если хотите, вот я сейчас изложил версию 1.0, как программное обеспечение Windows 1.0. Ну, в любом случае, это безумно интересно, и мне кажется, тут есть о чем подумать. а в виде документа это же опубликовано, да? Я правильно понимаю? Будет скоро. Хорошо. Спасибо вам за анонс тогда. Спасибо. Это был Константин Анохин. Пишите свои ощущения от услышанного в комментариях. Спасибо вам огромное. Спасибо. С вами было очень интересно говорить. Мы не потратили время, мне кажется, зря. Спасибо большое. Это основа. Подписывайтесь, жмите лайк, колокольчик, не пропускай другим скин. Пока. О, S, M, O, N, С l, S,